ПЕЛЬМЕНИ Получилось не очень жидко, ну и тры-пры, и всё такое. Далее нам нужно одно яичко. Мы его разбиваем. Если вы не уверены в том, что яйца ваши свежие, возьмите, наполните тазик холодной водой и положите туда ваши яички. Если они всплывут, значит они не свежие. Мне ж нужны были столовые ложки. Они чайные или чайные? Нечайные. Далее нам нужна одна столовая ложка соли. Но так как столовые ложки у меня кончились, я возьму чайные. Одна столовая ложка. Это примерно 3-4 ложки чайных. Далее мы берём вилку, так как ложек у меня, конечно же, нет. И немножечко всё это размешиваем. Далее мы берём кипячёную воду. И, по-моему, надо было либо одну, либо две чашки кипячёной воды. И чашки надо всё-таки две. Ну, у меня вот такие чашечки, поэтому я не знаю, сколько нормальных чашек нужно. Если что, мы всегда можем досыпать муки, и у нас всё будет хорошо. Далее всё это дело мы хорошенько размешиваем. Блин, нам нужно немножко растительного масла. А именно, опять же, одна чайная ложка. Если вы пересолили всё это дело, не обеда, ведь можно посахарить. А ещё давайте добавим ещё одно яйцо. А ещё есть рецепт, где нам предлагают тесто для пельменей замешать на газированной воде. Вот я и думаю, может попробовать потом сделать пельмени на энергетике. И берёшь так баночку, энергетика, наливаешь вместо воды. Ей здорово. Сейчас, а теперь надо включить духовку и её немножко прогреть. Буквально, ну, в течение двух минут. И потом туда поставить тесто, ну, где-то на полчаса, на час. И продолжим. Если что, пока у меня вот такая вот фигня получается, но это нормально. Что мы делаем теперь? А теперь мы берём фарш, достаём тесто. Так как времени у меня не так много, я не делаю сейчас фарш. Плюс ещё у меня не полностью собранная мясорубка. Тесто должно быть немножко вязким, таким вот тягучим. Возможно, я в него ещё немножко муки добавлю. Теперь мы берём муку, ей немножко присыпаем дощечку, чтобы тесто не прилипало к ней. Ну, и вообще, к поверхности любой, на чём вы там лепите, на чём мы лепим. Неважно. В общем, главное, чтобы не прилипало. Немножко в муке пачкаем руки, чтобы тесто и к рукам не прилипало. Теперь берём небольшой кусочек. Е! Мне нужна скалка, но скалки нет. Возможно, придётся ещё немножко муки добавить, это ничего. Я не буду следить за размером пельменей. Поэтому будем готовить как-то так. Что нужно сделать дальше? Дальше мы берём вот эту вот специю для мяса. Открываем и сыпем её в фарш на фарш, перемешаем, и всё будет нормально. Плюс ещё можно порезать лук и добавить луку. Но я этого сегодня делать не буду. Если фарш не лепится, вы можете добавить в него желтка или белка, и тогда всё будет нормально. Чё, вот какие-то жидкие пельмени получаются, ладно. Короче говоря, у меня проблема оказалась в том, что слишком мало муки было добавлено в тесто. И можно сверху мукой посыпать, чтобы оно закрепилось. Да, это не те пельмешки, которые должны были получиться, но это ничего, потому что эти пельмешки будут большими. Всё-таки мы добавим ещё немножко муки в тесто. Если у вас не получаются красивые пельмени, это не беда, потому что вы их всё равно съедите. И как бы, если вы никому не готовите, то всё нормально. Вообще, вот что-то подобное должно у нас получаться. То есть, вот. Вообще, я заметила одну особенность, что когда готовишь по пропорциям, у тебя чаще всего ничего не получается. Поэтому, если вы готовите по пропорциям каким-то, не бойтесь добавлять чего-то, что кажется, на ваш взгляд, недостающим. Потому что потом, скорее всего, вы обнаружите, что это и надо было добавить. И что мы делаем теперь? Мы немножко солим воду. Доводим воду до кипения. Можно огонёк побольше. В оставшийся тесто, или в один из пельменей, вы можете завернуть монетку. Так называемый сюрприз. Однако, этот сюрприз, как нежелательная беременность. Наткнулся, и всё. И пиздец. Когда вода закипела, ну, у меня она ещё не кипит, но давайте сделаем вид, что она кипит. Если ваши пельмешки всё ещё слипаются, добавьте немножко муки к ним. Ну, то есть, посыпьте их мукой, и они не будут так сильно слипаться. И мука всё равно в воде как бы растворится. Это рейперы и все дела. Вообще, можно ещё поставить всё это в холодильник на пару часов. И тогда тесто точно не будет размокаться. И если опустить его в кипящую воду, то пельмени сварятся быстрее, и, в принципе, получится лучше. Но мы не ищем лёгких путей. Поэтому мы будем делать так, как делаем. Я не знаю, как у ваших пельменей. А у моих пельменей есть шанс, что они слипнутся и сварятся вместе. Поэтому надо их немножко помешивать. Помешивать лучше ложкой. Но у меня нет ложки. Поэтому я мешаю вилкой. Ещё есть шанс, что они разварятся. Ну, то есть разварятся и мяском наружу. Они как такие трупоутопленники. Грешники такие в котлах варятся. Да, вот у меня там уже одна пельмешка разварилась. Но это ничего. В общем-то, думаю, что принцип приготовления пельменей вам понятен. Это фактически самое лёгкое, что можно сделать. Ну, ещё бы немножко их аккуратнее сделать, вообще было бы шикарно. Но я сейчас не в том расположении духа, чтобы что-то делать аккуратно. Поэтому вам удачи в готовке пельменей. Всем спасибо за просмотр и пока!